Нашел в интернете следующее определение родового поместья. Участок для проживания семьи размером не менее гектара, то есть 100 метров на 100. По периметру он огораживается живой изгородью. Из лесных культур кедра, хвойных или лиственных деревьев. Идея неплохая, но требует уточнения. Насчет лесных культур жесткие рамки считаю и с лесных культур, ну какой урожай? Что я думаю так, при разумном подборе садовых культур, хватит и 6 соток. С кустарниками в качестве ограды согласен частично. А вот с кедрами категорически нет. Нет. И не потому, что полыхает сейчас вся тайга сибирская. Ну, посудите сами. Кедр или сосна сибирская на большей части европейской равнины не растет. Так, на севере Архангельской есть небольшие участки. Достигает высоты, это дерево, 25-30 метров в среднем. Ну, бывает и до 40. Вот представьте, 40-метровыми деревьями городить участок 100 на 100. Орешки появляются через 60 лет и позже. Урожай в 3, 5, 10 лет. Жил в Сибири под Иркутском, знаю. Сбор шишек трудоемкий и воровский. После первых заморозков идет народ на колод. Сооружает из подручных материалов большой деревянный молот. И ну, гатит по стволам. Чтоб шишки падали. Соответственно, повреждая их стволы. После нескольких раз такой добычи снижается плодоношение. Урожайность вообще невысокая. 150-200 килограммов с гектара. В лучшие годы 300. Вот то ли дело фундучок. Подошел, потрусил. И весь урожай на полу. До 5 тонн с гектара. Так что, как говорил юморист Гальцев, намудрил фотограф. Не отрицая таланта художественного видения фотографов, считаю их против художников, ну, примерно как плотников против столяров. Хотя тот же Никус. Какой из него художник? Любой первоклашка художественной школы нарисует лучше. Ну, это субъективное мнение. Хочу заметить, что портят людей легкие деды. Глазомер и целкость, если хотите, сбивают. Потому от фотографа до писателя-фантаста один шаг. Лет за 10 до выхода захватывающего бестселлера про Настю Бывы тогда инсеком, сами знаете кто, бросил народу идею продачи. Правда, и до этого они были у отсталных военных и ответ работников. А тут сразу всем даже навязывали «Бери, не хочу». К тому времени, несмотря на подъем целины, не черноземья, и продовольственную программу, в магазинах, в открытой продаже ничего не было. Грубо говоря, нечего было народу кушать. Обычно у костра, в горах, на турпиютах, за чаем шли разные разговоры про то, про сё. Одним словом, за жизнь. В году, так помню, в 89-м, наверное, одна группа из Подмосковья прямо в голос. А мы, говорит, уже давно чай без сахара пьем. Дряхлел потихонечку социализм. Так и не став коммунизмом. Инструменты затупились. Наверное. Народу сколько было перебито. Да и воля была уже не та. Ну и, говорю, народу меньше стало. Потихоньку, еще раньше крепостным из колхозов паспорта стали давать. В городе рабочих рук не хватало. Это царь оставил и народу, и территорию. Хоть отбавляй. Гуляй, пей, стреляй, раздавай, не хочу. Вот и раздали. А при усатом эффективном менеджере народ от голода десятками миллионов на тот свет отправлялся при помощи верных ленинцев. Попробуй пикни, что хлеба нет. Сразу к стенке или в лагерь. Республик с правом выхода назобретали. Гений всех времен и народов. Вот Британия уже шестой год и все никак выйти не может. А может все дело в характерах и национальной принадлежности воплотителей бредовых марксовых теорий. Может русский русских бы пожалел. Вот Ленин русским не был ни по крови ни по духу. До сих пор в гробнице почти как у фараона лежит попахивает. И дух явно не русский. Хотя царь строго говоря тоже не был русским. Но это отдельная тема. И стали давать пресловутые сутки. Вернее не сутки а сотки. набросовых землях и неудобьях. Каждый взял себе надел, кур завел и въем сидел. А кормитесь-ка вы, ребята, сами. В колхозах и сахозах стали приватизировать землю под участками и свободно продавать желающим из города. Раньше надо было работать там, чтобы купить. а так покупаем. В конце 80-х на такой усадьбе стал и я заниматься садоводством и первым делом по периметру участка вот эти забор и так вот он идет вверх-вверх из сетки по периметру участка стал я рассаживать отводки фундука. А брал их с растущего тут же на усадьбе куста. Сколько лет тому кусту неведомо. Александр Колесников как-то его показывал под рубриком по-моему вечное дерево. Может 100 лет, может 200, а может 1000 лет или 2000. Вот за 30 лет разрослись отводки до приличных размеров и урожай дают приличный. Вот так снизу я вам попробую показать. Ну в этом году вообще урожай. Но у меня практически каждый год бывает урожай. Радует эта культура нетребовательность к уходу. Практически это лесное растение. не требует полива так как они посажены в аккумуляторные ямы. Вот под каждым кустом сделана яма из сбоя кирпича, черепицы. Влагу она аккумулирует эта яма и вот в такую погоду теплую отдает. не требуют они никаких химобработок так какие-то тут звери повреждают но не по зубам он их им. Ни одна сельхозкульптура с единицы площади вот такой объем белковой самой нужной пищи для человека не даст. Готовый продукт в надежной упаковке и хлеб и мясо все аминокислоты вот не надо мучить и тиранить домашних животных можно и нужно жить в гармонии с природой. Состарившиеся стволы вот как только они начинают покрываться таким серым налетом это идеально идеально экологическое топливо. Схем посадки можно применить две. При малой потребности только по периметру участка а если большая семья или потребности большие посадить чисто фундуковую или лещиную рощу ну лещина должна быть сортовой и радовать себя и всех близких. вот видите никакого ухода крапива у меня здесь под деревьями не пашется ничего не культивируется хорошо крапива держит влагу не дает почве пересыхать в голодные годы щи из крапивы на первом месте были александр колесников считает что фундук выращенный в крапиве смотрите какие конец августа какая листва ни разу не поливалась так вот фундук выращенный в крапиве приобретает по его мнению дополнительные целебные свойства хорошо они влияют друг на друга фундук на крапиву а крапива на фундук желаю вам всего хорошего конец первой части